МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот человек научил о мяче играть в хоккей и обыгрывать ЦСКА Анатолия Тарасова. Здравствуйте! Это программа Овертайм. Надежда, наш компас земной, вот так споют нестройным хором команды-неудачники этого сезона. Те, которые не попали в большой плей-офф. Для них лига организовала плей-офф маленький, утешительный. Называется Кубок Надежды. Стартуя 7 марта, финиширует 6 апреля. Там регламент, как на Олимпиаде. Квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы, финал. Но всем понятно, турнир-то игрушечный, а хочется настоящего. Вечером 26 февраля перед игрой с питерским СКА у всех у нас еще была маленькая вера на то, что про надежду хором споют как-то без нас, что мы еще сыграем по-взрослому этой весной за Кубок Гагарина. Вот такое вот настроение конца февраля. А сейчас новости. Для Александра Попова матч с питерским СКА первой после паузы в чемпионате юбилейный 600-й за «Авангард». Болельщики уже подготовили нападающему подарок, который вручат после возвращения команды в Обск с выезда. Лазарет не пустует. Иван Баранко попал под хит Овечкина на Олимпиаде, а Семен Жеребцов травмировал колено на тренировке в Омске. Оба этих игрока пропустят начало выездной серии «Авангарда». Омские ястребы завершили регулярный чемпионат молодежной лиги на третьем месте Восточной конференции. Первые матчи плей-офф 2 и 3 марта в Омске. Соперник определится позже. Это будет или Тольяттинская ладья, или Пермский молот. Экс-наставник «Авангарда» Райма Суманин опроверг информацию, появившуюся накануне в финской прессе, о том, что он покинул пост главного тренера своей нынешней команды «ХИПК». Нам удалось связаться с доверенными лицами Райма в России, и те передали нам его слова «Я на прежнем месте, и все, что нам нужно сейчас, это выигрывать свои матчи». Согласитесь, прямо как про «Авангард» сказал. Олимпиада вышла что надо во всем, кроме хоккея. В хоккее после Сочи наш номер теперь пятый. Вернее, наше место теперь пятое. Мы выпали из большой четверки ведущих хоккейных держав. Олимпиаду в Сочи выиграли в одну калитку с видимой легкостью канадцы. И это закономерно, считает наш эксперт Сергей Герсонский. Ведь в Канаде хоккей – это национальная идея. Я неоднократно был в Канаде и видел людей, которым не безразличен хоккей. Там такая, скажем так, не психология, а идеология такая, что каждый должен пройти через то, чтобы заниматься хоккеем. Может, получится или не получится – это уже другой вопрос. Но то, что все руководители, которые там в различных организациях находятся, занимались хоккеем – это точно. Канадцы в Сочи показали всему миру направление движения игры в сторону тотального хоккея. Самое обидное – это мы в Советском Союзе когда-то тотальный хоккей изобрели. А сейчас у нас просто нет людей, чтобы играть в таком стиле. Виктор Васильевич Тихонов именно конкретно этим вопросом и занимался. Причем это было в команде ЦСКА. Это был тотальный хоккей. Вы сейчас обратили внимание, как команда Канада играла, как команда Швеция играла. Любой игрок может подключиться в атаку. Вы защитник и нападающий. Любой может вернуться и отработать в обороне. Это как раз называется взаимозаменяемость. А у нас нет фетисов. У нас, да, у нас нет фетисов, но у нас есть Кольцов, который любитель такой. Но, может быть, он не очень хорошо любит и умеет возвращаться и работать в обороне. Как совместить эти навыки? Вот они как раз подбирают именно на уровне сборной тех игроков, которые соответствуют этому уровню. У нас, к сожалению, отбора быть не может. Только набор. А российский хоккей сегодня – это дерево без корней. Так считает Сергей Герсонский. Крона еще зеленеет, но подпитки снизу от земли уже нет. Причины связаны с тем, что кто приходит в главные команды. Игроки какого уровня мастерства. Поэтому тренеру очень трудно что-то там уже... Тренеру сборной очень трудно подобрать игроков, которые бы соответствовали мировому уровню. Очень беда. И дело в том, что по мнению многих тренеров, которые сейчас работают в командах КХЛ, есть такое, скажем так, предположение о том, что даже финны, которые приходят сейчас в команды КХЛ, они физически и технически лучше наших игроков. Удивительно. Мы всегда этим отличались. Теперь у нас нет этого преимущества. Почему? Как работают школы, как работают фармкоманды, как это все происходит. Значит, мы где-то выпускаем основное зерно, развитие. Смотрел игры молодежной лиги. Здесь приезжала одна из лучших школ России в тот период, который сейчас. Она, в принципе, является трактором. Но кататься не умеют ребята. Ну что? В Челябинске? А в чем? Ну, конечно, в том-то и дело. На прямых ногах ходят. Значит, не следят. Не требуют. Вот и все. Как развиваться дальше? Это самый основной элемент. Техника катания. Почему? Энергозатраты совершенно другие. Когда ты катаешься правильно, а когда неправильно. Физических сил просто может не хватать для того, чтобы выполнять большой объем работы. Так что, через 4 года в Корее на Олимпиаде у сборной России дела будут еще хуже? Наш эксперт чуточку обнадеживает. Не, ну вот же возраст был хороший, которые стали чемпионами мира в Канаде. Какой год это был, ребята? 91-й, да. Ну вот. Ну, несколько игроков, допустим, оттуда будет. Все равно по одному, по два, по три игрока появится. Ну, то есть мы не улучшимся, но останемся на том уровне, какой у нас сейчас есть на сегодняшний день. Почему? Не будет такого отбора, какой необходим для того, чтобы подобрать команду для участия в Олимпийских играх. То есть примерно то же самое будет. А что будет дальше? Это большой вопрос. Финны, которые нас на Олимпиаде обыграли и вытеснили из четверки ведущих хоккейных стран, дают нам наглядный урок. Что и как надо делать в хоккее, здесь и сейчас. Финны отличаются от нас только тем, у них есть программа по обучению игроков. И развитие хоккея идет у них в одном векторе примерно. То, наверное. Да. Да, он не особенно отличается от вектора НХЛовского. А у нас отличия огромные. Почему? Опять по степени, подготовленности игроков. Вот все. Теперь к нашим омским делам. В среду «Авангарда» рестарт в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Во вторник команда улетела на выезд, предварительно потренировавшись вот здесь, на арене Омск. Мы побывали на месте события и наш репортаж. Сканируем сочетание, построение и настроение. Гулкая пустота и безлюдие на трибунах арены во вторник в 11 часов утра, за 3 часа до отлета «Авангарда» на выезд. Последняя тренировка перед выездом закрытая, но не для программы овертайм. На что я обратил внимание в первую очередь. На Таржигой вроде бы как тучи нависли, а у него хорошее настроение. Чешский пан прокатился метров 10 в обним пусляминым, задушевно с ним разговаривая. Я очень доволен ребятами, потому что такую нагрузку мы всегда делаем перед сезоном. Но сейчас средняя сезона, практически окончание сезона. Но ребята приступили к этому очень здорово. Мы сделали такой объем работы огромный. И я рад, что они так потренировали. Второе, на что я обратил внимание. Попов здесь, на льду, а вот другой олимпиец, Баранко, отсутствует. Третье, что меня крайне заинтересовало на тренировке. Попов катается с новыми партнерами. Вот они, красные. В нападении Попов, Семенко, Сицын, в защите Куляш, Писакин. Оба защитника, кстати, бородатые, аляплый оф стайл. Вообще все звенья переформонтированы. Синие, Пережогин, Курьянов, Широков, Нурисламов, Блатяк. Зеленые, Ружечка, Калинин, Казионов, Лямин, Гончаров. Наконец, белые, Берников, Рассказов, Иванов, Кузьменко, Полищук. Есть еще и желтые, Махановский и Казаков. Это подмена Жеребцову, который снова травмировался. Построили новые звенья, новые тройки. Почувствовали, что ребята к себе будут ближе. И постарались готовить новую атмосферу между ребятами в тройках, в парах. И посмотрим, как я сказал, ребята к этому приступили очень здорово. Было видно, что, не хочу сказать, им понравилось, но что настрой совсем по-другой. Я надеюсь, что это переведем все в матчи, которые нас ждут в последних четыре. Все все прекрасно понимают. Шансы пробиться флей-офф у «Авангарда» очень небольшие. Ну, а о будущем, о том, что будет команда делать уже через неделю, после окончания регулярного чемпионата, предпочитают пока в подробностях не говорить. Сейчас мы узнали, что будет кубок надежды. Если мы не попаем в плей-офф, это будем решить потом. Сейчас мы просто одни мысли, просто на сезон, одни мысли на следующий матч, на въезд. И потом мы можем думать о чем-то другом. Смотрите далее в овертайме. Владимир Кукушкин о том, как омский вратарь ловил шайбу голой рукой, о молоке на льду и о Викторе Блинове. Знаете ли вы, какое место занял «Авангард» по итогам самого первого сезона континентальной хоккейной Риги? У нас все для хоккея. Лукашевича 35 на первом этаже арены Омска. Семнадцатого февраля до тридцать первого марта получите в континенте комплимент. Всем покупателям подарки. Ваш континент. Уголь для автоматических котлов. Телефон 505 и 988. Профессиональный инструмент «Бош». Скидки всем клиентам. Магазины «Бош-центр». Степанца 12 и Панфилова 12. Торговый центр «Континент» приглашает всех на день рождения обезьянок Микки и Макс. Всем бесплатное фото с обезьянками. А именинникам Марта в подарок посещение выставки «Парад обезьян». 2 марта в 14.00. Вход свободный. Продажа однокомнатных квартир по улице Мельничная, 78-24-20. Знаете ли вы, какое место занял «Авангард» по итогам самого первого сезона континентальной хоккейной лиги? В сезоне 2009 наша команда финишировала 16-й в регулярном чемпионате и стала 8-й по итогам плей-фофф. Вы смотрите телевизионное хоккейное обозрение «Овертайм». Владимиру Игнатьевичу Кукушкину вчера исполнилось 85 лет. Наши поздравления. Омский хоккей начался когда-то не с Яромира Ягра, не с Леонида Полежаева, и даже не с Леонида Киселева, а с него, с Кукушкина, с командиром на москвича, который заставил омских мастеров хоккея с мячом перейти на шайбу, который привез в наш город первую партию челябинских варягов, мастеров-шайбистов, которые и подняли омский «Спартак» из класса «Б» в высшую лигу. Владимир Кукушкин играл за нашу команду, тренировал ее, а позже стал первым за Уралом судьей международной категории. Его портрет первый в галерее «История авангарда», той, что находится в командном блоке. Говорят, в клубе сейчас серьезно подумывают о том, чтобы развернуть на арене постоянную экспозицию, посвященную главным вехам и людям нашего омского хоккея. И там уж точно без упоминания Кукушкина никак не обойдется. Владимир Кукушкин – человек, стоявший у истоков омского хоккея. В середине прошлого века его выпускника Московского института физкультуры, хоккеиста-перворазрядника, командировали в Омск. Поднимать новый, гиковинный для Сибири вид спорта. И нужно было движение. Яков Михайлович Попов, это наш отец хоккея, будем так говорить, он очень много делал для Манякина, для остальных, потому что говорили, давай в Большую Лигу, давай в Большую Лигу, уходите в Большую Лигу. Что нужно сделать? Вот давайте устроим ребят в Институт физической культуры. Вот так и привезли в Омск сразу семерых челябинцев, желавших получить высшее образование в нашем институте физкультуры. Тот хоккей нынешнему был не чета, играли в него люди на самом деле бесстрашные. Вратарь Генрих Кулага, например, не признавал ловушки, он ловил шайбу голыми руками. Ворота защищал очень хорошо все, ну, глазомер был отработан очень хорошо, но тем или иначе он вот хватал шайбу в этом плане. Так же можно и руку сломать? Можно было, конечно, но мы ему говорили, Генрих, как, что, чего, почему. Ну, ничего, и я за это дело отвечаю, и я буду. Ну, слава богу, все им обошлось. В марте, когда лед таял, чтобы удержать его и сохранить для матчей, площадку заливали молоком. Из совхоза приезжал, заливался трактор, трактор заливал вот этот лед с мечем. Это досконально, совершенно точно, и никакой выдумки нет, ничего здесь не прибавлено. Кукушкин гордится тем, что одним из первых в стране вел в подготовку хоккеистов силовые упражнения. Пусть мы уступали грандом в мастерстве, зато превосходили их в физике. В одном из первенств СССР по хоккею выступал чемпион по штанге, вот, в тяжелом весе. Я посмотрел, думаю, господи, так в чем дело? Те движения, те упражнения, которые он делает. У него разгибатель очень сильный, у него мощные ноги. Я думаю, в этом завязка. Я думаю, у него же спина сильная очень, мощный, опорный двигательный аппарат, у него очень сильный. Я посмотрел, думаю, ребят, все, значит, работаем по-новому, занимаемся штангой. Он с омским «Спартаком» дважды обыграл ЦСКА Анатолия Тарасова. И у Крачевского есть победа на ЦСКА, вот, когда он в химике работал, вот, на первенстве России. Вот, вот, у меня эти две победы есть. И так, чтобы мы грязи сомни ударяли. У Кукушкина в «Спартаке» заиграл 16-летний защитник Витя Блинов, будущий олимпийский чемпион. Не пропускал тренировок ни одной команды мастеров. Когда к нам чехи приезжали, он торчал на льду. Он смотрел за ними, за чехами, он смотрел, как они бросают, как они останавливают шабу. Он начатки технической подготовки вот так вот визуально почерпнул именно вот от зарубежных команд, которые уже этим делом владели. О сегодняшнем положении хоккей в Омске Кукушкин говорит, скупо сдержанно и с достоинством. Приходится принимать близко к сердцу все, что происходит на ледовых площадках. И хотелось бы помочь. Вот такое оно. Первое омское хоккейное поколение. Пионеры. Люди из стали. Владимир Кукушкин не просит о помощи. Он сам готов помочь нам, тем, кто годится ему во внуке. Сменим тему, сменим настроение. Рубрика «Смотри в оба» на очереди. Спонсор рубрики «Сеть специализированных магазинов Мир Хоккея». Рождественский матч 7 января 2014 года в Нижнем Старпедо начинался для нас, а мячи, если не празднично, то в любом случае позитивно. Курьянов сам бросил издалека. Сам добил. Так наши открыли счет. Но в итоге, увы, проиграли. Максим Соловьев угадал все это в прошлую среду вечером, посмотрев нашу рубрику «Смотри в оба» и тут же оперативно позвонил. Мир Хоккея – мой мир. Авангард – моя команда. Призы победителю вручаются на Лукашевича 35. Кстати, в мире хоккея пополнение коллекции. Как вам вот такие авангардовские бейсболки от Рибака? А сегодня разыграем суперприз. Вот этот хоккейный свитер Александра Попова. Внимание! Вам нужно дозвониться первым и дать правильный ответ на поставленный вопрос. Взлетим ли все-таки вверх в борьбе за Куба Гагарина или опустимся вниз, надеясь на лучшее время, покажет. В любом случае, без Кубкова Хоккея Омск в марте не останется. Если даже авангард не засыпется за свои призрачные шансы за плей-офф, наша молодежная команда «Омские ястребы» начнет свой очередной поход за Кубком Харламова. Мы за них поболеем, а они повоюют. Овертайм продолжается.